Внимание, дамы и господа, центр галактики ждет нас, наконец-то начинается самое интересное. И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в СПОООР. Космические приключения. Добро пожаловать на планету Казан. Но в первую очередь, добро пожаловать к нашему Уорграву, который не просто прошел этап клетка, существо, племя, цивилизация, нет. Он стал высококвалифицированным дипломатом. И да, я не устану об этом напоминать. Просто представьте, вот мы дипломат, прилетаем на любую крутую планету, какой бы защищенной она ни была, нажимаем на кнопочку, планета отключается, далее мы делаем небольшое пиу-пиу-пиу, и всё, планета сдаётся, и все богатства этой планеты достаются нам. Вот такая вот дипломатия, ребята, не нарушая никакого закона, потому что, по сути, мы ничего такого-то и не сделали, мы не уничтожили эту планету, она просто почему-то решила не обороняться. А мы её спокойно взяли и захватили, конец. Я обожаю философию дипломата, потому что за одну-две серии мы сделали то, что раньше делали бы 4, ну, может быть, даже 5 серий. Именно поэтому сегодня мы перейдём на следующий этап, пора стать богатым. Да, у меня отбросы в кармане, и мне это определённо не нравится, максимум на пирожок хватит, а это тоже не круто, и у меня... Хе-хе-хе, у меня сейчас 2000 спорлингов, господи, это буквально ни на что не хватит, вот прям буквально. Но, внимание, в предыдущей серии мы нашли просто сногсшибательную звёздную систему, где очень много денег. Как определяется значимость любой звёздной системы? На каждой звёздной системе есть планеты, на каждой планете добывается своя пряность. И вот представьте, есть красная, самая дешёвая, жёлтая, чуть подороже, синяя, зелёная, розовая и фиолетовая, самая-самая богатая и дорогая. А теперь просто представьте, что на одной звёздной системе сразу много такой дорогой пряности, и около моей родной планеты я нашёл вот это. Хо-хо, дорого-дорого, да. Тут у нас и две жёлтые, и одна зелёная, и одна розовая, и самое главное фиолетовая. Я её уже начал постепенно обустраивать. Тероиндекс планеты второй, максимальный третий. Чем больше тероиндекс, тем больше можно поставить городов и зарабатывать пряность. Да вот только проблема, чтобы добывать пряность, нужны заводы, а заводы стоят денег. Хе-хе, а я вообще без денег, господи. Так, по-моему, вот тут у меня есть какие-то, да, пряности, 30 штуковин. Далее прилетим сюда, тут у нас ничего не добывается, тут 4 красной. Окей, 34 красной пряности. Я очень надеюсь, что сейчас продам задорого, например, вот здесь. Нет, дёшево. А что насчёт вас? О-о-о, 13 с половиной тысяч, нифига себе. 458 косарей добыли, спасибо. Так и что, получается, прямо сейчас можем проапгрейдить город? Нет? Я собираюсь сначала проапгрейдить планету. Нам нужен Тероиндекс 3. Больше всего мне в этом помогут экологи. Эй, экологи, привет, я помню то, что это вы, оранжевые. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь ледяной дождь. Так, вот, ледяной дождь. Сразу на всякий метеоритный купим. О, и батарейку, кстати, можно приобрести. Частично восстанавливает запас энергии космического корабля. Понадобится. Летим на нашу мегапланету. Так, и чтобы был Тероиндекс 3, нам нужно чуть-чуть поднять температуру. Эм, так, погоди, а у меня, если что, растения есть свободные? Да, есть, окей. Тогда пускай метеоритный дождь. Всё, хорошо. Далее немножко надо атмосферы добавить. Генератор облаков. И пошла стрелочка, давай. Пожалуйста, дотяни до Тероиндекса 3, я тебя умоляю. Давай, 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 прям чуть-чуть осталось. Давай. Ну, пожалуйста. Ес, красавчик. Так, всё, растения пуляем, пуляем, пуляем. Далее травоядное, травоядное, платоядное животное. И да, часть экосистемы создана. Тероиндекс 3. Дамы и господа, прямо сейчас на ваших глазах мы впервые сделали планету максимального уровня. Теперь мы можем поставить здесь сразу три колонии. И, блин, само удовольствие ставить это там, где добывается дорогущая пряность. Ииии, всё, отлично. Так, вот у меня сейчас 286 тысяч спорлингов. Я, по сути, своей могу добавить сюда какие-нибудь заводы, да, чтобы начался какой-то процесс. И вот в этом городе очень важно поставить всё так, чтобы добывалось как можно больше. Один завод даёт 10 в час. Добавляем к нему жилой дом, получается 19. Так, жилой дом ещё. Итого у меня 86 в час. Но я ещё не всё заполнил. Я думаю, то, что развлекаловку всё-таки надо добавить вот так вот, ииии, жилой дом. Идеально! 96 в час, и при этом они ещё и рады. А-ха-ха. Так, ммм, башню ещё, наверное, добавим. Хотя, не-не-не, у меня не так много денег осталось. Давайте мы сейчас полетим ещё в какой-нибудь городишко, например, вот в этот. И здесь хотя бы парочку заводов поставим. Вот так вот. А, у меня больше не хватает, да? Ну тогда развлекательный центр. Всё, 10 в час, и они более-менее рады. Как только у меня появится ещё больше денег, мы, ясен-пень, поставим ещё больше заводов. Теперь давайте немного отлетим. И проверим, сколько пряностей у меня будет добываться буквально за 10 секунд. Так, 10 секунд прошли, да? Одна пряность. Хорошо. На самом деле, это реально шикарный результат. Е-е-е, забрали. Ха-ха, какой же я счастливый сейчас. Фиолетовая пряность очень часто нужна всем. И я уверен, что я сейчас, например, вот здесь продам её дорого. Минимум 11 тысяч! Минимум! Это, это шок! Потому что я могу ещё дороже. Ну-ка, 27 тысяч, и это не предел. Мы сейчас найдём ещё более выгодного покупателя. О-ой-ой-ой! 60 косарей! Ха-ха! Конечно, конечно, давай! За три пряности 175 тысяч! О-о-о-о! Как же я рад! Так, короче говоря, мне нужно продолжать апгрейдить эти планеты. И у нас тут в этой же звёздной системе... Так, где она? Вот. Есть розовая пряность. Она не сильно дешевле, чем фиолетовая. Вот в чём прикол. Именно поэтому по-любому надо вот эту вот планету, как её... Трэд-1 тоже проапгрейдить. Но дабы легко апгрейдить планеты, вместо ледяного и метеоритного дождя, мне нужны лучи, которые просто тратят энергию. Ммм, так, а как это у нас разблокируется? Ну-ка... О, нашёл! Империя-3! Захватите не менее 13 звёздных систем. Награда! Тепловой луч и луч холода! Да, но 13 звёздных систем это дорого как будто, да? Вот сейчас у меня 7. Если нам нужно ещё 6, то... Это примерно 600 споррингов нам нужно. 600 тысяч! Я куплю себе 6 колоний, поставлю в рандомных звёздных системах, и у меня появится Империя третьего уровня. Хм. А давайте сделаем это! Дешёвые колонии! Хе-хе, спасибо большое вам, фиолетовые! Так, ну и получается, колонии нужно разместить в рандомном месте. Но я найду какие-нибудь дорогие пряности. О, зелёная! Вау! Я первый раз вижу планету без суши! А где мне колонию ставить? А, стоп! Вот здесь было! О-о-о-от! Маленький колочок суши! Ха-ха! Фух, слава богу! Ничего себе! А, а это ещё что такое? Колонист 3. Построено здание в колониях 50. Что? Я ничего не строил! Доступны новые инструменты, мегаимпульс, щит, большой автоблайсер, бла... О, хранилище пряности! Да, да-да-да-да-да-да, хранилище пряности. Оно увеличивает максимальное хранение на планете пряности. И вот если у нас там фиолетовый добывается по 15, где-то вот здесь вот, то, поставив хранилище, будет добываться по 30, по 40. А теперь представьте, 40 штук продать по 50 тысяч. Это 2 миллиона! 2 миллиона просто за одну продажу! В любом случае, остаётся последняя колония, вот она. И, как вы понимаете, про эти звёздные системы я никогда не буду вспоминать. Они нужны просто так, чтобы вот эту вот награду получить. Всё, луч холода и тепловой луч. Чтобы купить эти лучи подешевле, нам нужно к экологам, к оранжевым, что такое? Инопланетные захватчики расхищают запасы пряности. Где? О, стоп! Только не говорите, что на дорогой планете. На дорогой планете! Вы чё, охренели? Это моя фиолетовая пряность? О, её целых 5 штуковин! Уже 4. Ах, они воруют, а? Так, а ну где вы? Инопланетные захватчики больше не расхищают. Чего, они уже улетели? Эм... Ладно. Эгей, благодарим за помощь! Без тебя бы мы точно не справились! Пряность мне всё равно отдайте. 4 фиолетовый. Так, и мне нужно опять же к экологам. Ну, и как раз фиолетовую продадим пряность. Нормально. Так, вот. Тепловой луч 225. И луч холода 225. Идеально. Надо ещё на самом деле купить большой топливный бак, чтобы энергии побольше хранилось. Но, тем не менее, не забываем то, что наша фиолетовая пряность всё ещё не прокачана до конца. Там пока что только один город из трёх прокачан. Нам нужно об этом, ну, не забывать. Так что копим сейчас ещё побольше денег. О, и получаем ачивку. Бизнесмен 4. Заработан на торговле 7 миллионов спорлингов. Большая грузоподъёмность и большой запас прочности теперь открыт. Я доволен. Прокачка у меня идёт прям максимально быстро. Поздравляем! Вы получили знак отличия и звание мастера. Теперь ваш флот стал ещё больше. А, ещё третий союзник? Нифига себе! Я, честно говоря, даже не знаю, кого здесь можно подрубить. А, ну, кстати, экологи. Да, почему вы до сих пор не союзники мне? А ну-ка, идите сюда. Вот смотрите, у вас Тероиндекс 2 на планете, да? По идее, я могу сделать Тероиндекс 3, и они скажут Ох, какой ты крутой! Ты помог нам улучшить планету! Спасибо! И поэтому давайте попробуем. Берём луч холода. Нам нужно чуть-чуть понизить температуру этой планеты. Фига себе, она сразу поменялась. Отлично! Далее ставим здесь какие-нибудь растения. Тут же их забираем. Добавим травоядное животное. Платоядное. И всё! Я сделал вам мегапланету! Ну-ка! Да! Помощь планете плюс 90! Они меня сразу просто любят! Ребята! Ха-ха-ха! Давайте союз, а? Всё, три корабля. Ну что, у нас прямо сейчас 640 тысяч денег? Мы... What the fuck? Что?! Почему планета стала Тероиндексом 2? Ущерб планете минус 90... Что?! А почему она продолжает падать? Почему она продолжает падать? Я ничего не делаю! Алё! Алё! Я ничего не делаю! Тепловой луч обратно! Какого чёрта?! Это баг! Это грёбаный баг, ребят! Я клянусь, такого не должно произойти! Давай-давай, обратно-обратно-обратно! Так, подзарядиться. Всё! Возвращаем все эти растения на базу. Тероиндекс планеты стабилизирован! Ну, я добавляю животных! И, по идее, этот кружочек должен остаться на Тероиндексе 3! Ты не должен идти направо! Алё! Приём! Куда ты влево опять пошёл? Куда? Что с тобой происходит? Зачем? Зачем ты влево идё... Что?! Что не так с этой планетой?! Я первый раз такое вижу! Я не понимаю, что происходит! Оно просто идёт влево! Подожди, а если я улечу с этой планеты и просто не буду прикасаться к ней, да? Я просто на неё залетать не буду! Она там, по идее, остановится в развитии, да? Потому что оно... Оно ничего не будет происходить! У меня ущерб планете минус 90 теперь! И помощь планете плюс 100! Ха-ха! Какая тупость, а! Всё, Тероиндекс 3 вроде бы остался! Если я улечу и заново прилечу, ничего не поменяется, да? Клянусь! За 10 лет, сколько я играю в спор, я первый раз вижу этот баг! Ну, это баг! Это 100%! Всё! Оно не меняется! Ну, ладно, они хоть союзники теперь мне! На том спасибо! У меня тут зато фиолетовые пряности добыты, пока я паниковал! И красный тоже! Я вот, кстати, постоянно прилетаю на эту планету, и, заметили, у меня всегда 30 из 30! Я думаю, то, что на эту планету в первую очередь надо поставить хранилище пряности! Увеличивает максимальный объём пряности, который может храниться на планете! Стоит, правда, это 500 косарей! Блин! Не, наверное, выгоднее сначала прокачать вот эту планетку, да? Все вот эти города! Добывать побольше фиолетовые пряности! Итак, вот этот город у нас прокачан! Там, правда, защиты нет! А вот этот город ещё не прокачан! Начинаем! Идеальная расстановка! 96 в час! Теперь эта планета ещё и под защитой! И остаётся третий город! То же самое! 96 в час! Божественно! Самые прокачанные три города! И они, по-моему, сейчас будут добывать прям очень быстро! Давайте вот тупо отлетим! Вот три! Я просто стою, смотрю, четыре! Потом вот без какой-либо срезки мы... Три! Два! Один! Пять! Давай, пять! Всё, пять! Ну, слушайте, это всё равно быстро! Я могу реально говорить какую-то фразу, и пока я её говорю, пряность будет лететь и лететь! Вот было пять, уже шесть! Да, я думаю, то, что сюда надо поставить хранилище пряности, потому что вот эти 15 забьются очень быстро! Эй, привет! А у вас хранилище пряности сколько стоит? Ээээ... Вы не прода... А, вот 250 тысяч! Ну-ка, продаём это! Покупаем хранилище! Летим обратно к фиолетовой пряности! И ставим здесь хранилище! Опа! Давай, давай! Молодец! Ну-ка! Хранилось 15, а теперь 30-очка! Сюда! То есть мы сюда будем прилетать и целых 30 пряностей получать! Но точно такое же хранилище надо бы, наверное, ещё вот сюда поставить! Так, продадим тогда это! Покупаем! И тут же ставим! Молодцы! Такие прям молодцы! Итак, было 30, стало... Сколько? 60! То есть оно удваивает! Боже мой! 60 красной пряности! Как же это много! Итак, давайте прямо сейчас я просто поставлю таймер на 2 минуты! Подожду! Ничего не буду делать! Потом прилечу и посмотрю... Сколько мы заработаем! Хе! Так, стоп-стоп-стоп! Ребята, осталось буквально 5 секунд! Говорю сразу! У меня тут оказывается на мою незащищённую планету напали! А я только сейчас это заметил! Инопланетные захватчики напали! Э! Кто? Кто? Пираты? Грёбаные пираты! Блин! Они напали на незащищённую планету, самое главное! То есть они в любом случае её уничтожат! Отлично! Ну, 2 минуты, ребят, уж точно прошли! Я думаю, вы сами понимаете! Пойдём проверять, сколько накопилось! Ну-ка! 28! У-ху-ху-ху! А красной пряности сколько у нас накопилось? 50? 60? А, 34! Ну, тоже неплохо! В любом случае, мы сейчас, если продадим все эти запасы, заработаем уйму денег! Особенно, если мы найдём крутого покупателя! Ну-ка, может быть, это вы? О, да, красная за 13 тысяч! Это по-любому продаём! Так, 800 косарей заработали! И, кстати, тут продаётся ещё щит! Ненадолго защищает корабль от повреждений, наносимых вражеским оружием! Я думаю, то, что это надо приобрести! Чисто на будущее! Тем не менее, мне всё ещё нужно найти покупателя на фиолетовую пряность! 50 тысяч! Миллион 364! У меня 2 ляма! Ребята, у меня 2 ляма! Вот это я понимаю! Так, кстати, у вас можно купить большую грузоподъёмность? Всё, места у меня теперь дофига! Далее, большой автобластер приобретаем! Побольше энергии! Побольше ХП! Они сейчас, наверное, вообще в шоке, что я тут пришёл, купил всё, что есть! Так, и, кстати, куплю-ка я, наверное, ещё массовый ремонт! Позволяет восстановить запас прочности ближайших боевых единиц! То есть, даже моих союзников! Да, моих союзников тоже иногда чинить нужно, как вы понимаете, они тут не просто так! Империям не нравится, когда погибают их корабли! И теперь, господа, остаётся только одно! Рядом с вот этой фиолетовой пряностью улучшить планету с розовой пряностью! Хотя это скорее не планета, это спутник! В любом случае, покупаем колонии, покупаем сразу хранилище пряности на будущее, продаём фиолетовую пряность и начинаем делать пригодной планету с розовой пряностью! Ехала! Предотвратите экологическую катастрофу на планете Супчиелек! Ну ё-моё, серьёзно! А я же предотвращу! Я могу! Всё, довольны! Возвращаемся и улучшаем планету! Награда! Зоолог 2! Созданный экосистем 10! Доступные инструменты биозащита и монолит! Но, кстати, вот биозащита это нужная штука, потому что если мы её поставим, то на планете практически не будет происходить экологических проблем! Типа там, животные заразились и так далее! Так, ладно, продолжаем! Отлично! Терраиндекс 3 сделали! Ну и всё! Остаётся поставить заводы! Новые колонии! И снова заводы! Все деньги потрачены! Вот просто в ноль! Но при этом мы сделали то, что надо бы... Что? Колонис 4 построено здание в колониях 100? Доступны новые инструменты мегабомба! Бомба с зарядом антивещества! Максимальный ёмкий топливный бак! Убербашня! Та самая убербашня, которая защищает всю планету! И максимальный запас прочности! Охренеть! Я тут просто делал всё ради пряности, а в итоге максимально прокачал себе ачивку! В итоге в одном месте у нас тут добывается и фиолетовая 30 штуковин, и розовая, уже 7! Идеально! Чуть-чуть дальше отлетели, и вот тут у нас уже красная 60 из 60! Ах, как же я хочу это всё подороже продать! Так, ну, лучшего покупателя пока не нашлось, но я всё равно накоплю побольше пряности, всё это продам, но сделаю это в следующей серии! Внимание, дамы и господа! Центр галактики ждёт нас, потому что теперь у нас есть деньги! Как говорится, мы готовы! С нуля спорлингами, ребят, я заканчиваю эту серию! Я, знаете, такой, что-то типа богач, хотя, скорее, я просто духовно богат, но, в любом случае, мы точно заработаем спорлинги! Наконец-то начинается самое интересное! Обязательно ставьте лайки, если вам нравится смотреть спор, не забывайте, пожалуйста, подписываться! Напомню то, что сейчас я снимаю спор чисто для локальной аудитории, для вас, кто досмотрел уже до этой серии, и только от этой локальной аудитории! Заметьте, не какой-то другой, только от вас! Именно локальной, которая дошла до этого выпуска, зависит всё! И... Спасибо большое за просмотр! Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей! А если вы здесь привы, то можете ещё и позвать друзей! А с вами были Лолошка! И куча бабла! Всем удачи! Всем пока! Пока-пока-пока-пока! Па-ка!